Снова перенесли судебное заседание по банкротству фирмы «Интерстрой Владимир», который возглавляет Игорь Другов, постоянно откладывают, жалуются дольщики ЖК «Доброго парк-2». Так вышло и на этот раз. Представители Министерства строительства и архитектуры подали ходатайство об участии в споре регионального фонда защиты прав дольщиков. Мы просим привлечь к участию в данном деле унитарно-некоммерческую организацию в фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Владимирской области. Права и законные интересы унитарно-некоммерческой организации в случае введения процедуры банкротства могут быть затронуты. Напомним, региональный фонд развития территории после апелляции заново подал иск о признании Игоря Другова несостоятельным застройщикам. Позиция прокуратуры с начала процесса не поменялась. Без процедуры банкротства застройщика сдать жилой комплекс невозможно, считают в надзорном ведомстве. Заявление о публично-правовой компании фонд развития территории подлежит удовлетворению и просим признать инфертору Владимира банкротом. Что касаемо заявленных отдастов о привлечении дела регионального фонда защиты участников долевого строительства, разрешение указано на осмотрение суда оставлено. Как уже сообщали в областном инстрои, проводится анализ документов по возведению жилого комплекса. Это необходимо, чтобы определить, сколько еще нужно вложиться в достройку проблемного объекта. Восстановить права людей помогает областной фонд защиты прав участников долевого строительства. В настоящее время правительством Владимирской области организована работа по проработке вариантов применения региональных механизмов восстановления прав у участников долевого строительства, в том числе посредством фонда субъекта, унитарно-некоммерческой организации, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства Владимирской области. Представителя застройщика Другова на процессе не было. В связи с этим и новым ходатайством Минстроя суд и отложил рассмотрение дела. Дольщики негодуют. Хочу отметить, что застройщик уже, мне кажется, в последние несколько заседаний вообще никак не участвует. В прошлый раз адвокат сидела в зале как слушатель. Она вообще даже опоздала. И предыдущие два заседания переносились по причине того, что администрации нужно какие-то данные обработать. На грани отчаяния Алла Тимофеева. Ей не повезло вдвойне. Вместе с мужем они вложились в строительство трехкомнатной квартиры в пятом корпусе ЖК Дуброва Парк 2 и двухкомнатной в ЖК Дуброва Парк 1. Взяты две ипотеки. Каждый месяц семья отдает по 66 тысяч рублей. Одна из этих квартир предназначалась детям. Оба объекта начинал строить Игорь Другов. Напомним, Интерстрой Плюс, которая возводила первый жилой комплекс, уже признана банкротом. Новый подрядчик планирует достроить здание к июлю следующего года. Сейчас семья переехала в частный дом. Жить где-то нужно, рассуждает Алла. Но новоселье семье не видать. Друговские квартиры придется продавать, чтобы погасить долги. Для этого Тимофеевы хотят дождаться сдачи обоих жилых комплексов. Мне важно каждый день, каждый месяц. Это необходимо мне, потому что после банкротства еще получается около трех лет будем ждать. Хотелось бы, конечно, быстрейшего, скорейшего банкротства данного застройщика. Я буду писать в правительство президента, в администрацию президента. Я буду придумывать законные способы, как еще решить вопрос. Вот. Не митинги, соответственно, не одиночный пикет, на который мы уже ездили. Вот. Они не помогают. Очередное заседание в суде длилось около 10 минут. Дело о банкротстве «Интерстрой Владимир» продолжат рассматривать 11 июля. Мы будем следить за этой печальной историей. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал.